всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл я периодически делал обзоры не только на смартфоны наушники там разные вещи даже телевизоры но и делаю обзоры оболочек разных производителей давненько я этого не делал но исправляюсь и я думаю после того как вы посмотрите этот обзор на оболочками от сяоми чем она хороша чем плоха что вызывает раздражение что восхищение я как-нибудь сделаю еще обзор на оболочку и милай на сяоми я делал но это был на год три назад поэтому обновляем приятного просмотра погнали первое что хочется про нее мне рассказать и похвалить это то что оболочка очень быстрая она была такая всегда и если у других ну не будем тыкать пальцами на прямо корейских производителей года четыре назад иногда оболочки подлагивали это действительно не секрет это сильно не напрягало но все-таки то сяоми сразу были без глюков без может быть кто-то сейчас строчит комментарий давид да ты какой вообще любитель сяоми гонишь мой сяоми там не знаю ребят у меня это уже далеко не первый сяоми у меня пол семьи пользуются сяоми там ну практически все в семье использовать аппараты этой фирмы и они не лагают даже спустя год-два даже три года спустя пожалуйста мои у моей мамы сяоми redmi 3 еще без сканера отпечатка пальцев работает до сих пор и что удивительно батареи держит до спор хорошо и у моей сестры redmi note 3 pro аппарат я им пользовался на месяцев семь гонял как основной телефон сестра до сих пор использует как основной телефон ему уже три года и батарейку держит и все единственно экран на нем разбила на это уже вниз просто трещины пошли но работает и не глючит до сих пор это меня поражает до сих пор до глубины дыши это поражает меня до сих пор что не глючит спустя даже время по скорости перелистывается все очень быстро плавно если даже у вас открыто много вкладок если у вас браузер chrome который сам достаточно много потребляет тоже открыто много вкладок то все равно работает быстро микролагов нет как пользователь сяоми я это подтверждаю и огромное количество людей которые используют телефоны этой марки ними это также подтвердят второе это гибкость оболочки мне единственное что всегда не нравилось что здесь только рабочие столы здесь нет так называемого меню приложений все на рабочих столах и мне приходится создавать папку которую я называю хлам данном случае я назвал папку отстой но меня это действительно очень сильно раздражает зачем ограничивать в андроид системе только рабочими столами но если честно я уже привык не делаю из этого проблемы плюс при желании можно поверх поставить какой-то свой лаунчер ладно хорошо не всем это важно просто высказываю как есть свои впечатления есть много хитрости о которых я вам расскажу например смотрите если мы открываем шторку и нажимаем просто пальцем на часы мы попадаем будильник часы секундомер и таймер при этом часа это естественно очень удобно вы можете поставить несколько часовых поясов и это удобно посмотреть будет сколько сейчас времени на другой стороне земного шара а если опять же шторку мы делаем свайп и нажимаем вот сюда на принесем 27 февраля мы попадаем в календарь правда календарь я использую использую гугловский по той простой причине что на всех устройствах у меня синхронизации на компьютер синхронизации это мне лично удобно но все вами об этом подумали то есть подумали о том чтобы быстрый доступ сделать не все кстати это знают еще одна фишка сразу скажу опять же не все знают как сделать скрытые файлы открываем файловый менеджер и делаем свайп сверху вниз и мы попадаем но при условии что естественно у нас есть привязка милай к нашей ми к нашему ми аккаунту по номеру телефона можем скрыть какие-то файлы вы их скроете их не будет видно ни на телефоне не на компьютере еще фишки опять же многие сюда в дебри меню даже не залезают хотя это не дебри это здесь более-менее все структурировано есть такая фишка она называется клонирование приложений это очень просто вы можете на одном аппарате использовать два ватсапа например два приложения не знаю там банка может быть кому-то нужно два приложения каких-то других там две юлы или так далее все это можно легко сделать милай это уже давно года два кроме того есть так называемое второе пространство эта фишка когда вы из телефона делаете два сейчас я уж заходить сюда не буду у меня его нет но я пробовал как это работает вы создаете в одном телефоне два разных профиля то есть вы в него переходите по сканеру отпечатка либо по пин-коду либо по цифровому ключу и например 2 проста может быть у вас просто рабочие например там аккаунт google свой аккаунт милай свой все будет другое просто телефон один но он разделяется на два совершенно новых независимых друг от друга телефона если уведомление в первом пространстве приходится здесь будет уведомление чтоб пришло но вы не будете знать что это джемейл это или может быть эсэмэска или ватсап кому то тоже может быть это удобно мне всегда нравилась сяоми еще всегда нравились сяоми темы ребята это действительно очень удобно потому что вы можете из своего телефона сделать вообще другой фактически телефон вы просто измените свой телефон до ну не то что до неузнаваемости но темы есть совершенно разные. Особенно актуально, если у вас телефон Xiaomi на AMOLED-экране, то темные темы это то, что вот нужно. Батарейка будет садиться меньше. Понимаю, что не всем может быть это важно и нужно, но я пользуюсь периодически разной темы, использую. Мне это нравится, это здорово. Дальше. Гибкие достаточно настройки звука. Единственное, в который раз выскажусь, меня очень раздражает отсутствие разъема для наушников конкретно в этом аппарате. Да, беспроводные наушники это клево, это хорошо, но зачем? Потому что в беспроводной, например, мы лишаемся эквалайзера. Притом эквалайзер здесь, он действительно хороший, если мы зайдем, ну не знаю, вот откроем. И, кстати, музыка. Мне тоже нравится приложение, я его никогда не меняю, когда пользуюсь Xiaomi. Если мы зайдем, например, в эквалайзер, то мы обломаемся. По беспроводным наушникам он не работает. Я не люблю эквалайзеры, они обычно просто подтягивают все частоты, высокие, средние, там, басы добавляют. Но это не то. Это одно из редких исключений, когда встроенный эквалайзер реально хороший. Притом я его неправильно называю эквалайзером. Это некие настройки звука. Те, кто хоть раз пользовался Xiaomi и использовал хорошие наушники, не комплект, хотя комплект сейчас их давно не кладут, просто хорошие. Меня поймут. Потому что звук меняется очень сильно и это здорово. Но без проводов он недоступен. Дальше. Опять же, как все работает? Xiaomi даже такие мелочи продумали. Ребята, я в Самсунге, в Huawei такого не видел. Смотрите. Я, например, включаю фонарик. Элементарная вещь. Я думаю, каждый из нас им пользуется частенько. Я пользуюсь часто. Все. Я могу что сделать? Я нажимаю два раза на кнопку питания, фонарик выключается. Почему в других телефонах этого нет, я понять не могу. Реально проверял. Здесь есть, там нет. Потом, если, например, нам нужно организовать свой рабочий стол. Сделать Xiaomi это очень просто. Мы делаем свайпы два раза вот такой вот жест. И смотрите, например, раз, два, три, четыре. Мы можем хоть десять ярлыков выбрать и очень быстро перенести их на тот рабочий стол, который нам нужен. Я опять же не вижу в других телефонах такого. Там нужно, могу ошибаться, может быть где-то есть, но там нужно переносить все это по одному. Это такая мелочь, но облегчающая жизнь. Удивительно. Кстати, рекламу, о которой многие мне писали, как меня считают фанатом Xiaomi, мне писали, вот есть реклама в оболочке. Она действительно иногда встречается. Вот здесь, например, иногда висит Алиэкспресс. Потом, если мы заходим в папки, если мы по умолчанию не отключим, вот здесь такая функция есть, рекомендация. Если мы включим, то реклама будет в папках. Это, конечно, плохо, так быть не должно, но это, по крайней мере, отличается. Что еще? Отмечу, что вот когда я новый телефон беру, я обычно его не восстанавливаю, хотя Google давно это умеет делать, восстановить все приложения. Мне не лень, как-то все это я заново ввожу свой. Единственный аккаунт Google везде один, остальное все устанавливаю заново. Но есть такая возможность все это восстановить. Есть возможность в MIUI держать там 5 гигабайт облако дается. Это курам на смех. Это унизительно даже 5 гигов каких-то несчастных. Но это очень мало, на мой взгляд. Вы можете сохранить историю звонков, историю смс-ок, например, если вам это важно. Но в нашем современном мире, я думаю, мало кому это нужно. Есть там WhatsApp, либо не знаю, кто пользуется Viber, Telegram и так далее. Все это сохраняется в облаке там. Мой вывод по MIUI. Как таковых вещей, которые меня раздражают, здесь нет. Опять же, вот шторка, например, ну какие-то вещи очевидные, которые и должны быть. Шторку мы можем также настроить под себя. Вот это, которое вот здесь идет. Опять же, если вы любите, например, просто виджеты, а я иногда виджеты использую, здесь также их выбор достаточно большой. И каждое приложение обладает своим виджетом. Ладно, по сути, оболочка одна из самых, ну не то, что из самых гибких, но таких человечных. Если не считать того, что они делают только, вот нет меню приложений вообще, которому большинство людей, это я понимаю, неважно, то в остальном все очень хорошо продумано, заточено и нет такого чувства, что хочется это все нафиг снести, как иногда бывает у меня на других телефонах, и поставить какой-нибудь лаунчер. Кстати, лаунчеры даже покупал в ПВ-маркеты для себя, чтобы они у меня были. Надеюсь, этот обзор был вам полезен. Возможно, вы узнали какие-то новые фишки в оболочке, но, скорее всего, вы все знаете без меня сами. В любом случае, если вам то, что я делаю, нравится, ставьте лайк, если не нравится, дизлайк. Подписывайтесь на канал, всегда много интересного. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. И, как и обещал, вот есть у меня второй аппаратик, это Huawei Mate 20. Я сделаю оболочку на систему Ему-Ай, созвучно чем-то. Счастливо! Видео Спасибо за просмотр! Продолжение следует...